Доклад Метастазирование составляло 4-6%, однако внедрение в та в практику лечебную, во-первых, лекарственных препаратов новых, во-вторых, МРТ позволило увеличить частоту визуализации метастазов до 10%. На текущий момент времени имеется четкий тренд увеличения метастатического поражения головного мозга. Если статьи, касающиеся конца XX века, показывали, что частота метастазирования составляет 8-10%, то статьи X года XXI века уже демонстрируют частоту поражения метастазов. 9-17%, вот последняя статья XX года показывает, что у каждого пятого онкологического пациента будет развиваться метастазов головного мозга. Причем все статьи подчеркивают недооцененность регистрации метастатического поражения головного мозга. Что касается наших данных, на сегодняшний момент времени, используя показатели накопленной выживаемости на сроке 12-24 месяцев, частота встречаемости очевидно ежегодно будет колебаться от 110 до 180 тысяч случаев. И учитывая данные онкологической смертности на первом году заболеваний, вероятно, у 25% до 43% умерших на первом году пациенты будут иметь метастатическое поражение головного мозга. Итак, что произошло? Совершенствование методов нейровизуализации с одной стороны, совершенствование методов локальства лечения с другой стороны привело к увеличению общей выживаемости и увеличению частоты метастатического поражения головного мозга. Соответственно, всё это определило запрос на разработку новых оптимальных методов лечения этой когорты пациентов. Если вернуться в исторический аспект, то, конечно, есть несколько революционных изменений во второй половине XX века, которые существенно изменили лечение пациентов с метастазами головного мозга. Во-первых, это статья ЧАО 1954 года, где впервые разработана и предложена к применению методика облучения всего головного мозга. Методика была достаточно простой, она достаточно быстро тиражировалась во всём мире. Основные положения не потеряли актуальность до сегодняшнего времени. Приблизительно у 30% пациентов, которые получили облучение всего головного мозга, имеется стойкий эффект. Определён диапазон ДОС, который оптимален для проведения облучения всего головного мозга. Следующая, я считаю, не менее революционной статьёй была, это через 30 лет работы Патчела, который впервые применил комбинированное лечение пациентов с метастазом головного мозга и показал принципиально возможность улучшения результатов нейрохирургического лечения путём применения облучения всего головного мозга. Он показал, что действительно увеличивается общая выживаемость, увеличивается пациенты с сохранным функциональным статусом, снижается риск смерти от интеркриарной прогрессии. И это действительно, мне кажется, революционная статья, которая изменила подходы, заложила фундаментальный аспект комбинированного лечения пациентов с метастазом головного мозга. Однако эти исследования, конечно, проводились, когда отсутствовало МРТ. Во-вторых, отсутствовала радиохирургия на тот промежуток времени и не было современных возможностей лекарственного лечения. И на сегодняшний момент эта работа рассматривается только лишь в историческом аспекте, несмотря на всю её фундаментальность. Я это повторяю. Итак, эти две работы определили в конечном итоге недостатки каждого из этих методов лечения, которые сопровождали их. Это высокая послеоперационная летальность, это высокий риск неврологического дефицита. А увеличение выживаемости онкологических пациентов после облучения всего головного мозга показало ещё одну проблему. Это отсрочная нейротоксинственность, это нарушение когнитивных функций. Всё это в очередной раз опять привело к тому, что необходимо было эти методы лечения совершенствовать. Первые, конечно, глобальные изменения произошли в нейрохирургии. Стереотоксическая навигация, внедрение интероперационных МРТ и УЗИ, интероперационное картирование позволило, во-первых, снизить риск послеоперационной летальности до 2,4% и существенно снизило риск послеоперационного неврологического дефицита. На сегодняшний момент времени нейрохирургия рассматривается как безопасный и очень важный и эффективный метод лечения пациентов с метастазами головной мозг. Что касается лучевой терапии, эволюция происходила достаточно долго. Но необходимо ответить, что в декабре 2021 года будет 70 лет с того момента, когда была опубликована первая статья о стереотоксической методе радиохирургии в головном мозге. Также бы я хотел отметить, что на самом деле, наверное, облучение головного мозга все-таки, наверное, начинается с Кушенко, который в начале века провел серию лечения больных с глиомами путем применения брахиотерапии. Это достаточно интересные данные. Эволюция гамма-монажа стереотоксической радиохирургии происходила достаточно долго. В 1967 году это была первая инсталляция. И через 32 года было первое рандомизированное исследование конзиолкой по поводу метастазического поражения головного мозга. И совершенно отчетливо встал вопрос радиохирургии или облучение всего головного мозга. Действительно было проведено достаточно много работ, статей, которые сравнили радиохирургию в комбинированном варианте и в самостоятельном варианте. Наверное, я не буду останавливаться на всех, но вот три последних исследования и метаанализ Шагала, который был проведен в 2015 году, совершенно отчетливо дал нам тот факт, что радиохирургия является основным методом лечения у пациентов с ограниченным метастазическим поражением головного мозга. И это было с первым уровнем доказательств. На сегодняшний момент времени никакие другие варианты локального лечения, лучевого лечения у пациентов с ограниченным метастазическим поражением головного мозга не рассматриваются. Чуть позже было выполнено два коохрановских обзора, которые окончательно подавели итог роли облучения всего головного мозга в лечении этой когорты пациентов. Итак, облучение всего головного мозга снижает риск появления новых дистантов метастазов. Это очень важный фактор. Однако ухудшает когнитивный статус и не приводит к увеличению общей выживаемости. Проведение радиохирургии без облучения всего головного мозга не ухудшает выживаемость, сохраняет функциональный и когнитивный статус пациента, обеспечивает хороший локальный контроль, однако достоверно чаще развиваются новые дистантные метастазы, что определяет повышенную потребность проведения сальваж-терапии. Эволюция радиохирургии в дальнейшем проходила по пути расширения ее возможностей у пациентов с множественным метастазом головного мозга. Это одна из фундаментальных работ Ямамоток. Она обучена в Ланцете в 2014 году, и она дала нам второй уровень доказательности применения радиохирургии у пациентов с множественными метастазами головного мозга. И вот совершенно недавно была статья, которая показала принципиальную возможность проведения радиохирургии пациентов с более чем с 10 метастазом головного мозга, как в первичном варианте лечения, так и если эти метастазы развивались после облучения всего головного мозга. Причем показано, что в группе применения только радиохирургии лучше выживаемость, лучше локальный контроль и, соответственно, ниже послучевые осложнения, чем в группе применения радиохирургии после облучения всего головного мозга. Итак, наши данные показывают о том, что действительно показатель выживаемости отличается только у пациентов в группе с одиночным метастазом, в то время как у пациентов с двумя девятью метастазами и более чем 10 метастазов показатели выживаемости эквивалентны. На сегодняшний вид, ну, это такая вот, знаете, вершина айсберга, потому что я хотел бы подчеркнуть, что число метастазов действительно сейчас нивелируется как фактор прогноза, однако это ограничивается тем, что выполняется оно только в группе больных, у которых хорошая экстракраниальная стабилизация болезни. В случае, если у пациента прогрессия экстракраниальная, число метастазов остается очень важным фактором прогноза общей выживаемости. Какая же эволюция произошла с точки зрения комбинированного лечения? Посмотрите, нейрохирургия в комбинированном лечении облучением всего головного мозга сменила стереотоксической радиотерапией. Причем комбинация нейрохирургии плюс стереотоксической радиотерапии имеют лучшие показатели локального контроля, чем проведение стереотоксической терапии в самостоятельном варианте лечения. Это наиболее оптимальный вариант лечения сейчас, и поэтому стереотоксическая радиотерапия в комбинации с нейрохирургией применяется как в послеоперационном варианте, так и в предоперационном варианте, и это сейчас становится стандартом лечения. Последние годы, вот это наши данные, показывающие о том, что выживаемость пациентов в последние годы существенно увеличилась, и это увеличение связано с тремя вещами. Первое – это, конечно, продолжение совершенствования программ нейровизуализации, это совершенствование радиохирургического лечения и накопления опыта, и самое главное – это введение в практику таргетных препаратов. Это существенно изменило результаты лечения этой сложной когорты пациентов. В данном случае модель вот такого изменения отношения лекарственной терапии у пациента с метастазами является, конечно, меланома. Вот это первое исследование комбин-Би показывает, что у пациентов с очень небольшими, маленькими метастазами применение только ингибиторов, БРАФ-ингибиторов позволяет обеспечить нам контроль почти у 90% пациентов, и выживаемость увеличивается практически до 70% годичная. Это действительно очень серьёзный прорыв, показывающий новые возможности лекарственного лечения у пациентов с метастазом в головной мозг. Что касается рака лёгкого, это тоже наши данные, которые показывают о том, что в случае, если есть таргетные мутации, и с внедрением в практику особенно асимертиниба, выживаемость этих пациентов действительно существенно улучшается в сравнении с пациентами, которые не имеют этих активирующих мутаций. Это действительно те данные, которые сейчас, наверное, изменят некоторые стратегии, лечебные стратегии у пациентов с метастазом в головной мозг. Совершенно интересные данные показывают о том, что опухоли лёгкого, которые имеют мутацию, они более радиочувствительны, чем другие опухоли, которые не несут этих мутаций. И вот эти интересные данные показывают, что наличие мутации для локального контроля более важно, чем размер очага. Конечно, эти данные требуют подтверждения в дальнейших исследованиях, тем не менее они интересны. Но ещё один очень интересный фактор показывает, что наличие мутаций нивелирует число метастазов как один из факторов развития дистантных метастазов. Ну, опять же, я подчёркиваю, это очень интересные данные, но это требует дальнейшего уточнения. Что касается повторной радиохирургии, с внедрением таргетной терапии и увеличением выживаемости пациентов ситуация совершенно изменилась, и повторная радиохирургия становится следующим эволюционным этапом развития стереотоксической радиохирургии. Посмотрите, пожалуйста, если пациенты получают соответствующее лекарственное лечение, без лекарственного лечения, нам удаётся провести повторную радиохирургию только у 10% пациентов. По полихимиотерапии уже увеличивает это число почти до 25%. И в случае, если пациент получает таргетную терапию, у каждого третьего мы проводим повторную радиохирургию. Конечно, это связано с контролем экстракраниальной болезни, увеличением числа дистантного развития дистантных метастазов и необходимости проведения повторной радиохирургии. Но вместе с тем на графике Каплан-Мара вы увидите, что если нам удаётся проводить повторную радиохирургию, то выживаемость пациентов смещается, уже трёхлетняя выживаемость смещается до диапазона 37-47%. Это действительно очень серьёзные данные. И мы, наверное, у части пациентов стремимся уже к трёхлетней выживаемости, оценивая, если мы не достигаем как неудачи всё-таки лечения. Это те результаты, которые показывают, как изменяется выживаемость наших пациентов по годам. Взяли интервалы от 2005 до 2009 года, 2010-2013 год и более чем 2014 год, где мы достигаем наиболее хороших эффектов. Но, к сожалению, пациентов с колоректальным раком – это отдельная группа, это достаточно редкая сейчас категория, ни один из пациентов у нас 3 года не наблюдается. Однако посмотрите, какие изменения произошли в меланоме. У нас практически после 2014 года увеличилось трёхкратное увеличение выживаемости. Ещё раз повторюсь, речь идёт о трёхлетней выживаемости. На сегодняшний момент времени не мелко клеточный рак лёгкого, а практически два раза увеличивая трёхлетняя выживаемость. Имеется непрерывное увеличение выживаемости поганого пациентов с метастазами рака молочной железы. И посмотрите, как изменилась почка. Если на ранних этапах мы имели трёхлетнюю выживаемость только 8%, то на сегодняшний момент каждый четвёртый пациент переживает у нас раком почки 3 года. Это достаточно серьёзные изменения. Я думаю, этот тренд продолжится в дальнейшем. И что же касается стандартов или изменения этих стандартов. Конечно, они каждый год меняются. Мы пересматриваем их на первом этапе, когда у нас имеется пациент с метастазом головомоск. Конечно, мы оцениваем прогноз по шкале ДЖПА. Это очень важный фактор прогноза. Дальше оценивается. Теперь уже мы оцениваем наличие резервов лекарственного лечения. В случае, если они есть и пациента со симптомами, и небольшими метастазами, то мы, в принципе, уже можем рассматривать вопрос о проведении лекарственного лечения. Но поскольку никаких данных третьей фазы исследований на эту тему у нас нет, это, конечно, проведение лекарственного лечения желательно рассматривать в рамках клинических исследований. Это очень важный аспект. А основным, оптимальным или лучшим лечением является проведение на первом месте локального лечения с последующим проведением системного лечения в зависимости от наличия или отсутствия таргетных мутаций. А теперь основной вопрос, что касается обеспеченности и результатов, что касается обеспеченности проведения радиохирургии. Так, если мы имеем ежегодное число случаев от 110 до 185 тысяч случаев ежегодно, и посмотрите, выделено цветом. Метастазы нуждаются, 90% этих пациентов нуждаются в проведении радиохирургии, то мы, очевидно, должны ожидать, что ежегодная потребность в проведении радиохирургии пациентов с метастатическим поражением будет от 99 тысяч ежегодно процедур. Мы взяли данные из 7 центров, где расположен гамма-нож. Всего у нас получили 1724 пациента, ежегодно получают лечение по поводу метастазов. По разговорам с нашими коллегами, это составляет приблизительно 70% от общей потребности метастазов, от общего проведенного числа пациентов в стране и в России. И получается так, что с учетом минимальных 10% показателей заболеваемости ежегодная потребность составляет 99 тысяч, однако эта потребность на сегодняшний момент реализована только у 2,5 тысяч пациентов, что составляет 2,5% от общей потребности. Конечно, нам предстоит еще разобраться, что нам нужно сделать для того, чтобы большая часть пациентов в нашей стране получала адекватное радиохирургическое лечение. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.